дисклеймер привет я 3 я продолжаю проходить дат гана ромб у брал небольшую паузу да но теперь я готов полностью продолжить так на чем я становился там вроде недавно был убийство да да и давай зайдем в эту комнату помнить бы еще чё было так давай как всегда по обычному стандартной схеме обследуем все сначала ки атака он больше никогда не пошевелиться снова судя по файлам на кумы ки атака умер от удара по голове мы нашли молот про судя 4 рядом с телом в подсобке это его использовали для убийства его тело лежит на брезенте убийцы использовала чтоб переместить тело ки атаки таким образом не осталось бы никакой крови по дороге пока тело переносили но обратите внимание на брезенте тоже то не особо много крови хотя у него голова аж расквашена так это тележка у нее нет ручки я видел ее в художественной студии думаю ее использую для перемещения статуй она довольно неудобная но если наклониться то и использовать будет не так трудно а подожди чё подожди разве она не была в подсобке лаборатории когда мы нашли тело ки атаки по моему нет помнишь она была по моему все время в студии или нет он допустим и если посмотреть на колеса на них есть кровь значит на колесах тележки которую переместили из подсобки в кладовую есть кровь какое всего этого объяснения наверное косяк разработчиков объяснение потому что если кровь осталась на колесике и и вывозили по всей школе остался бы след нет да остался бы подумай на стене висят молоты разных размеров хотя некоторые скорее похожи на киянки может быть молот правосудия были сделаны на их основных на основе киянок любом случае все эти молоты определенно использовались уже много раз они покрыты осколками и мелкой каменной пылью но по какой-то причине этот молот вовсе не грязный он еще и мокрый его недавно кто-то мыл но смотри я сомневаюсь что они прям в таком порядке из прям в таком количестве должны быть может их и перекрасили как раз так ну давай ты терь на большое охладевшее тело хиф хиф уме лежит на полу но как убийца смог переместить его из медкабинета где мы его нашли в кладовую весь путь от первого этажа до третьего и это так чтобы никто не заметил я представить не могу как это можно было провернуть далее хиф уме умер от удара по голове я думаю можно предположить что он был нанесен молотом правосудия 3 который мы нашли медпункте и четко когда мы нашли его в медпункте то его очки были все в крови но теперь на них не пятнышко это значит что кто-то вытер его очки но кому это надо и зачем не 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 я думаю хиф уме притворяется он убил ки атаку туда его принес и лег типа я умер и все и сам на самом деле это он убил мне интересно когда будет классно сутма на кума его спалить что он жив или нет если он спалит он сразу все проиграл считай в этом инциденте много подробностей слишком много если честно учитывая это наверное будет неплохо вспомнить все что случилось тебе нужна моя помощь не пасибо я так прекрасно помню так где теперь давай ты чё ты скажешь это все все это меня очень беспокоит после исчезновения телки атаки хиф уме вы разделили чтобы осмотреться ведь так не очень было страшно поэтому я пошла вместе с сакурой и мы пошли в кладовую чтобы ну знаешь обыскать ее но когда мы подошли сюда кладовая была закрыта мы не смогли попасть внутрь и мы пришли сюда как только начался поиск так что никто не мог прийти раньше нас так что если это так тогда кто и закрыл и почему она сейчас открыта мне тоже интересно дверь была заперта когда начался поиск тела но теперь открыта настишь в этом определенно скрыта улика но пошли тогда дальше покинуть кладовую да так дальше куда нам стоит сходить наверное там где в первый раз типа убили хиф уме это медкабинет правильно так где он еще находится так нет то серое то уже подожди то серое это там будет кабинет физики давай на всякий случай мы там где было найдено телки атаки еще посмотрим на всякий случай так нам надо в подсобку если не ошибаюсь тогда да 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 вот это вот они анимацию конечно один раз сделали теперь показывают каждый раз когда я куда-то захожу брезенты лужа крови вот молод и конечно это убийца сестры тут что-то вроде следов от колес что проехали по луже крови посреди комнаты это напоминает мне а тележки в кладовой на колесах была кровь могла ли эта кровь появиться отсюда это может означать что киатака был перемещен с подсобки в кладовую при помощи тележки обе комнаты на третьем этаже так что это определенно было возможно смотри видишь там следы от тележки но даже если тележка была использована чтобы переместить тела киатаке что насчет хиф уме тела хиф уме было на первом этаже даже с тележкой поднять его на третий этаж невозможно это все еще тайна посмотри видишь следы эти бы следы были либо до конца до места где нашли киатака либо и на колесиках бы не осталось но она не может быть на колесиках у так прилипла и чтобы вообще не больше нигде не печаталась это странно такое не может быть так это что у нас молод правосудие 4 оружие которому белки атака тело было примере перри дело было перемещено на оружие осталось окей так брезент и опять этим это брезент мне кажется я его же где-то видел к тому же недавно а какие ну давай на всякий случай с ней пообщаемся я плавают колючки дубок и пока убийцы вносил тело пропустила такое редкое событие окей допустим или не было вот ключ кетона перенесла тело подумай но я сомневаюсь это очень тупо если они действительно хотели сделать серийную убийцу для игры то они бы так тупо не делали она бы убивала своим любимым способом так где 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 еще была дверь так даже это а вот все сейчас надо спуститься на первый этаж медкабинет я сказал он там появился и в закрыт был не просто так пока кого-то не долбануть чтобы он аж туда попал он не откроется так погоди а вот все вижу на первый этаж так медкабинет там хифуми был так хифуми хифуми а вот вид кабинет что я потерялся так и давай сразу осматривайте какие у нас тут вообще варианты есть давай сразу просмотрим так от одессе есть а вот так так мусорка селестия холодильник ага и молод все тогда давай по порядку слева направо пойдем так мусорка это обычная урна для мусора а вы стойте мне что-то осталось это ткань слишком маленькая чтобы быть на своим платком это ткань для протирания очков видишь анима с анимой персонажем это значит хифуми протирал очки отнес его туда лишь сказал она ней персонаж какого-то мультика но она вся еще в крови это ты нашел до вор не было тканевая салфетка конец салфетка и она вся в крови тот кому она принадлежала должно быть вытер кровь зачем кому-то это делать и не имею ни малейшего представления да я тоже но думаю это может быть важно а какие мы добавили салфетку теперь давай почему-то кровь нельзя посмотреть а можно только молот ну давай молот но судьи он вообще не в крови видишь вот правосудия 3 его использовали чтобы убить хифуми кто-то передвинул теле ла но оставил оружие так слева направо я забыла тебе чё скажешь что ты расследуешь селись строк говоря я ничего не следует я про схожу по школе чтобы узнать где прячется ясухира а как насчет тебя ну знаешь я просто проверяю то да сё главный вопрос на мой взгляд как кто-то смог переместить тело хифуми как переместили хифуми да когда он учился должна была быть в медкабинете разве не так наверно а ой плохо себя чувствовала так что я осталось приглядеть за ней но есть того но есть становилось все хуже так что я отвела ее в туалет а когда вернулись тела не было несмотря даже на то что мы ушли на не больше чем минут или две да а ой сказал то же самое так значит убийца была возможность попасть внутрь и за короткое время и унести тело хифуми унести кого-то настолько большого как хифуми за пару минут я не могу это считать невозможным так окей показания селись дальше у нас есть холодильник и все на этом холодильник интересно если в нем что-нибудь попить после того что я пережил у меня ужасная жажда может я просто быстро взгляну в нем куча пакетиков крови для переливания крови видимо однако это мне не поможет я ведь не вампир во-первых не обязательно быть вампиров чтобы пить кровь по версии а во-вторых это он себе на голову разлил я сказал я сказал это хифуми это хифуми я так хифуми да так вот и где эти искал искал я хотела тебя поблагодарить за то что ты сделал ты не то чтобы хотел этого но в итоге ты сделал всю эту маленькую игру действительно интересной и без суть пойти в комнату ясухира и тебе стоит взять это начаемся столовой перевели слова сбор в столовой с русского на русский на встречаемся столовой а эта записка которая написала ясухира чтобы созвать нас так те хорошая память но почерк был примечательный так что у меня осталось впечатление любиту не было это все проясняет не так ли это ловушка что ловушка все становится еще увлекательный о чем ты говоришь я погасил свой долг я больше не обязан тебя что-то объяснять до встречи так окей я надо техком значит и он сказал пойти в комнату ясухира но что меня там ждет он пошли в ясухира комнату нам не кажется его подставить хотят нет так и тогда и почему именно он сказал ну ты ж не думаешь это объявка и убил двоих а ну не по ну нет он не такой сильный чтобы затащить и ясухира 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 давай вот так будем сразу вперед идти смотреть на две комнаты слева справа слева справа справа слева ничего здесь ничего не вот нашел так ясухира дверь открыта похоже я могу зайти внутрь обьякове действительно собрал мне советовал мне посмотреть это может не так уж и хорошие идеи я случайно нажал опять вот это вот рефлекторное нажатие уже фига у него комната конечно это комната ясухира здесь полно всяких странных вещей откуда у него это вообще и что еще возьми лишнее он до сих пор не объявился это значит что он не будет жаловаться если я бы еще его комнату без разрешения да мне кажется или слева вон что-то мигает камера до камера а если вы так покрутить мига не исчезнет нет все равно мигает странно конечно ладно так что мне тут можно смотреть коробки и очки окей давай все посмотрим мне кажется в этой картонной коробке что то есть это чертежи для чего-то и какие-то штуки сделаны из похоже на картон пластик и гипс это робот шастис и он в комнате ясухира но подождите эти чертежи что-то в них меня беспокоит до чертежи робот шастиса она окей так дальше чё у нас так 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 но это все стандартно почему-то предметы нельзя смотреть ну вот еще дверь давайте смотрим у него ванна открывается я бесшумно проверил ванную тут ничего нет хотя она довольно грязная как ванная стал тыка грязный но окей нельзя так нельзя давай дальше покинуть помещение да а дальше нам что будет паска о следующая подказка а кота срочно очень срочные новости что случилось мы нашли кикю что она в порядке где она еще не закончила есть еще срочные новости проводжайстис тоже появился робот шастис это и сухира в костюме короче как только ты сможешь направлять от бассейна на втором этаже подумать только я сухирой кикю появились одновременно в любом случае надо направиться к бассейну я прибежал на второй этаж так быстро как только смог опа вот теперь бассейн уже отлично интересненько о с 3 женские рекорды мужские рекорды только что обратил внимание так пошли дальше и баники на у меня был самый лучший день моей жизни и сухира так ну давай опять слева направо все будем узнавать так ты чё скажешь я уверена это есть подозрительный человек который напал на меня так теперь ты судя по всему этот то блин судя по всему у этот нелопый объект я сухира я бы на твоем месте расспросил кикю о подробностях так следующая мне кикю как раз нашла свои сухи на он был впихнуть шкафчик бассейна судя по всему он спал поэтому я пнула его и он проснулся и поверить не могу что ты бля пнула могла бы понежнее со мной типа не знаю погладила бы по щеке или что-то тип такого как мерзг в любом случае я где-то было все это время ты просто внезапно исчезла без следа не надо было кое-что проверить что ты имеешь ввиду и важно но мне важно не сейчас более важно она так непреклонно но знает ли она знает ли она что люди думают что она может быть чемпионом поплавода начало я сухира ненавижу я случайно листа и тут должна быть для дурочка какая-нибудь не знаю защита дурочка чтобы случайно не нажимал но то есть без понятия в одну секунду я основу не понимая даже как это произошло затем я проснулся оказался здесь не плевать сделали что-нибудь с костюмом мне больно смотреть на тебя если честно или могу ее снять поможете зачем же ты сделал нечто такое что потом сам снять не можешь у тебя на спине застежка которая не дает выбраться она выглядит довольно прочная не думаю что ты сможешь снять его в одиночку нас нет выбора давайте поможем ему потребовалась помощь каждого хоть и и медленно но мы смогли вызволить ясухира из костюма это заняло несколько минут но в конце концов мы сняли все части свободен довольно странно что этот костюм так идеально подходит ясухира больше того никто кроме сахиров и смог бы его носить подождите секундочку не пытаюсь играть невинного у тебя в костюме у тебя в комнате были костюм чертежи другими словами все очевидно что это ты сделал костюм это правда я сам видел все чертежи да я тоже это очевидно тем кто собирал этот костюм и стояла за нападением у меня сухи может свяжем его и вставим кляп прошите я мы же не хотим чтобы он убил кого-то еще подождите ребята я думаю это слишком может быть и подозреваемый но все еще заслуживает справедливого обращения да так и есть нападение чертежи и в подъятии не имею о чем вы говорите не выйдет все очевидно ты убил их кого я убил я понятия не имею о чем вы говорите должно быть это сделал какой-то мой двойник когда может носить этот костюм так что кто еще может быть костюмированным злодеем ты знаешь что я единственный муж сама попробуешь его надеть перед тем как обвинять меня плата если решил убираться то я возьму и попробую без промедленней а ой начала надевать костюм робот частица окей влезет нет давайте смотрите или те как он болтается ты сейчас на вернешься так в самом деле честное слово я здесь слепа как с летучая мышь увидеть не могу смог ходить и этой штуки я говорю же это был не я и говорил же вообще не гнется похоже на очень очевидный недостаток в талии не гнется значит он не может сгибаться науки и спасибо это полезная информация да и очень хорошо это не то чтобы я это сделал я просто увлекся а так или иначе теперь-то мы знаем наверняка посудите весьма ясно что никто кроме сухера не может надеть этот тупой костюм раздражение а у и снова сняла костюм теперь-то уникал у тебя нет оправдан нет понимаешь это из-за того что ты девушка если бы это был парень тогда какой-то давай ну ладно а против моей воли я собрал части из пола и пытался их нацепить без толку руки слишком длинные я никак не смогу носить это это невозможно если направо похоже этот костюм был сделать так чтобы в точности перри подходить к телу и сухера есть еще один костюм они должны быть просто выглядит одинаково но убийцы бы подошел если ты выбрал такую аргументацию это предоставь нам доказательства доказательства что если есть еще один костюм да когда ты должен найти его и показать нам разница я сухер единственный без алиби на время всех происшествий это значит что это было это что реально правда я поделите не между происходит может кто-нибудь как бы рассказать мне ой как у меня брови болят его читать я не могу а блин теперь заново ну давай ты рассказать да если вы не рассказывайте мне что происходит того как я должен воспринимать кажется я понял что кого-то убили да и пока таково но был убит а два человека какие атаки хифу не человеком почему ты удивляешься если убиты два человека вот и знаю кто это сделал когда можешь рассказать нам я так и хифу любит ругались из-за альтер-эго так это значит альтер-эго или чехир сделали это как прискорбно просто знаете что сделал ты ладно южи говорю вы не так все поняли а я знаю то записка записка брошу ночью кто-то подсунул мне странную записку по дверь и в ней говорилось здесь есть проход а возможно мы сможем сбежать отсюда молоко мы не должны об этом всем знать также никому не пока не рассказывай об этом встретимся в комнате отдыха в час ночи но последнее что я помню это как я пошел в комнату отдыха и после внезапно уснул настоящий убийца наверняка меня чем-то усыпил или что тип того конечно нет подожди он может быть прав нет кабинете действительно есть химические вещества которые могут сделать такое серьезно я же говорю кто-то пытается подставить меня секретный подход возможно избежать и кто-то написал это и надул меня даже если это правда то ты получается глупая рыбка что проглатает всю наживку который только видит ну после такого после того как я тут столько проточал даже если это очевидная ложь что было бы проверить да вообще да наверно столом проверить убить использовал большинство и выбраться отсюда меня обманули и не куплюсь на это тебе бы следовало купиться на это покажи эту записку с удовольствием она у меня прямо в кармане похоже я ее потерял конечно я бы и мухи не обидел как я сказала раньше если хочешь чтобы мы и верите все доказательства можешь показать ту записку я ничего не имею против твоих утверждений но если хочешь чтобы мы тебя верили дай нам причину так показания сухера окей что же продолжим наше расследование нельзя тратить времени впустую перед началом классного суда зачем нам продолжает расследование мы уже знаем кто сделал это зачем зачем ты их убил скажи нам я сугиро все какие сказал неужели это правда только ради денег что монакома нам пообещал должно быть это то это должен был совсем обнищать и поэтому кто-то и побегите мне путевок это не что мы тебя не связали не вставили кляп если у вас есть время орать друг на друга то должно быть и время и на поиске доказательств верно ты прав я должен поискать второй костюм эту записку и подведите меня ноги наверное мне лучше вернуться к охране тел я хотел попросить только убийцу все поменяться со мной но если сакурой подзерутся то это будет настоящая катастрофа но пока один за другим все разошлись можно те на секунду я хочу чтобы ты помог не с расследованием я похоже поздно начинаю в этот раз так что мне необходимо не катая снова конечно я не против я помочь но а мошкой что пообещать потом когда у нас будет время рассказать мне почему ты сейчас нет так просто мне отказать об этом не было мне нужна твоя помощь ты ведь не против да хорошо теперь начнем брови 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 мои брови как болят макота для начала я бы хотел обследовать трупы обследовать трупы поверх не могу что слышу это девушки примерно моего возраста мертвых соврать не могут знаешь ли им говорить правду легче чем живым согласен даже не знаю что ответить любом случае нам надо поторопиться прежде чем классный суд начнется снова да ты права тогда покажи мне где тела они в кладовой думаю нам стоит направиться туда а ну то есть а в кладовую я должен лично идти да то есть на второй этаж они меня подняли в кладовую я сам а где в кладовая была она вроде на третьем этаже да 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 она была на третьем этаже в художке художка это по коридору в направлении этой физики кабинета да вот она да а там дальше физика не забывай бровь бровь брови больно так вот мы уже зашли и следующее у нас надо открывать давай вообще нормально я нажал он вообще не среагировала окно давай чё ты хотела и зрачуга тоже их полавать мужчины ли это их у микки атака какие будто оцепенела на момент но только на момент начнем она присела рядом с ки атакой без всяких колебаний начала тыкать и ощупивать тела и не монаком и все написано верно не были убиты схожими орудиями и и движения были такими плавными она была такой спокойной видя насколько ей было комфортно мне тоже стало чуть-чуть комфортнее ну давай ки атака уже ждать снова с него и начнем ки атака был убит ударом по голове его должно быть ударили молотом правосудии 4 что лежал на полу подсобки лаборатории его тело лежит на брезенте убийца использовала чтобы передвинуть тела ки атаки таким образом не осталось бы никаких следов крови по дороге пока тело переносили ты че издеваешься на тяже ли надо было нажать я кое-что нашла нашла ты помнишь те наручные часы которых я так и носил на левой руке он носил часы вообще не обращаешь внимание на окружающих тебя людей ты такой мизантроп нет это не так так ты говоришь что у него были часы загляни они сломаны ты ведь видишь ты стрелки не двигаются скорее всего они сломались когда он столкнулся с убийцей и есть ты заметил стрелки перестали двигаться сразу после шести часов так это значит чисто сломались около шести на прошлой ночью часы и так и реки атаки не были сломаны можно еще собираться заставлять на ждать а ты видишь часы я вот например не вижу где у него там часы как я должен был заметить если они под костюмом гости атаки атаки принадлежал воздуху но он продолжить пристально смотреть на свои наручные часы уж пусть 10 часов ты ведь это знаешь маленьким девушкам и пальчиком роскость постель так что если они работали в 10 часов вечера то они не могли сломаться в 6 часов утра значит это случилось 6 часов и сегодняшнего утра так сломанные наручные часы и это не все посмотри на левую руку и атаки он похожий что-то держит ты права там что-то белое можешь попробовать вырвать это я трудное коченение уже началось парни ведь лучше справляется с таким ручным трудом да трудное коченение когда тело застывает и ты хер чё сделаешь ну ладно как бы неприятно мне это не было я схватил холодную руку ки атаки от прикосновения в ледяной руке мое сердце чуть не замерло немного подрудившись я наконец смог вытащить эту вещь из крепко же лучше сжатого кулака это кусочек это кусочек бумаги все что у него было в руке да это все это всего лишь кусочек бумаги не такая уж и улика ведь так я сомневаюсь после того как как я повернулась к телу хифуми давай теперь осмотрим тела хифуми может он оставил для нас какие-нибудь улики а какие но давай хифуми так самый большой вопрос что у меня сейчас есть это вопрос как о том как убийца смог передвинуть массивный труп хифуми из медкабинета где мы его нашли в кладовую весь путь от первого этажа до 3 и это так чтобы никто не заметил я не могу представить как это могло быть возможным далее хифуми умер от удара по голове его должно быть ударили молотом правосудия 3 что лежало медкабинете но когда мы нашли его медкабинете . были все в крови но теперь на них нет ни пятнышка это значит что кто-то пара тер очки но кто мог сделать это и зачем ну все я посмотрел учет хочешь еще ну то что нибудь мало нашла нашла даже больше чем ожидала посмотри на это это комок бумаги он был спрятан ну хифуми спрятан засунула его себе в трусы так что я смогу предпослею предположить что это было специально понимаешь заметил что она уже ко второму человеку в трусы полезла тебе в трусы подожди это значит ты это были всего лишь его трусы и носки не что-то другое я не понимаю что это значит в случае давай посмотрим на эту бумагу давай маката разверни ее когда я думаю о том что эта бумажка лежала в его трусах то как бы надеюсь что это что-то важное или я никогда не просил тебя за это хифуми записка здесь из проход возможно сможешь сбежать отсюда молокома не должен знать о нем так что никому пока не говоря об этом встретимся пособки физическая лаборатория в 6 часов утра звучит очень знакомо точно это же записка вы который получил ясухиро значит он говорил правду однако она не абсолютно тоже и так в прошлой ночи кто-то подсунул мне странную записку по двери в ней говорилось здесь из проход возможно мы сможем сбежать отсюда молокома не должен знать о том что ником поэтому никому пока не говоря об этом встретимся в комнате отдыха в час ночи время отличается ясухиро сказала что в его записке было сказано встретимся в час ночи но в записке написан для хифуми указанное время встречи было 6 утра подожди только то что записка была у хифуми не значит что она написана для него а маленький кусочек был оторван да я думаю в этом есть какой-то смысл в том что маленький кусочек оторван есть смысл ты можешь объяснить что-то подробнее внимательно почему держал этот кусочек этой бумаги так крепко я я понятия не имею брошен схватил этот кусочек бумаги наверное держал когда его ударили по голове и хифуми вырвал этот кусочек бумаги спрятала чтоб не нашли его ну так это хифуми убийца я же сказал что если это не было просто кусочком бумаги то когда он держал его что если это было нечто более важное и как нечто настолько важное стало простым кусочком бумаги вот на что стоит найти ответ окей пока мы на этой теме стоит сказать еще одну вещь обе жертвы в этот раз точно остались со своими карточками а что карточки в этот раз никак не связано с тем как был совершенно убийство это чтобы была какая-то причина думать что они вообще связаны с убийством то есть ты хочешь сказать что мне в этот раз не надо думать о карточках да если быть точнее они о них думать не надо было я бы не стала прервать мой свою мысль единственное что я сказала это что они не были использованы для совершенно убийства однако можно прийти может прийти момент когда карточка сыграет свою роль карточка сыграет свою роль я я не думаю что я понял но если кики думает что это важно мне лучше запомнить это окей электронная карточка день там бим-бим-бом смотришь сейчас давай быстрей пожалуйста заберите сами как я обычно пройдите красную дверь на первой этаже школы до скорой встречи отлично уже классный суд начинать очень жаль но видимо на этом наше расследование заканчивается выяснить все остальное и прийти к выводу тебя придет самому да ты права нам лучше пойти хорошо я не хочу это признавать но по ходу он на этом можно сохраниться но по ходу как ее звать там кики реально такого подселили к нам ну то есть это марионетка ну как блин марионетка как бы те объяснить короче подставная ученица видишь она слишком много все знает и нам сильно помогает типа делает чтобы игра была интересней но на этом тогда все напиши любой комментарий поставок пышный канал и скоро увидимся что-то